Это Вести. Не переключайтесь. В 90-е годы численность достигла критических показателей. Но благодаря искусственному воспроизводству и запрету на промысел, популяцию удается постепенно восстанавливать. Сегодня на предприятии побывают наши корреспонденты. В 21.05 увидите, как специалисты выполняют госзадания. В Крае примут беспрецедентные меры безопасности на предстоящих летних каникулах. Такую задачу поставил губернатор. Ход подготовки к оздоровительной кампании обсудили на заседании президиума правительства. В этом году Край вошел в число 15 регионов участников федеральной программы и впервые получил субсидию на строительство четырех быстровозводимых корпусов для отдыха детей. Их достраивает созвездие Шарголи. Первые смены в пришкольных лагерях начнутся 1 июня в загородных с 3 числа. Хочу обратить внимание руководителей органов местного самоуправления, надзорных, контрольных органов, Министерства образования и науки Края на меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Этот вопрос должен быть на первом месте. Существуют требования пожарной безопасности, безопасности на воде, которые должны неукоснительно соблюдаться. Все проверки должны быть проведены в срок, и здесь нет никаких мораториев. Мораторий на бизнес, проверки есть, но там, где касается безопасности и здоровья детей, мораторий не действует. Всех проверить и по полной. Семьям участников спецоперации путевки на отдых по решению Краевого правительства предоставят бесплатно. 27 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Хабаровске. Работа кипела во всех районах. Очищено 43 сквера, более 2000 дворовых территорий, ликвидировано 16 несанкционированных свалок. Особое внимание уделили гостевому маршруту по улице Карла Маркса, от аэропорта до набережной и знаковых местам. Мэр Сергей Кравчук поручил очистить опоры освещения от рекламы, обновить краску награждения вдоль дорог и ускорить цветочное оформление. Особое внимание обратите на привокзальную площадь. Есть вопросы в улице Ленинградская, то есть вот эти вот наши исторические места, где памятные места связаны с атрибутикой города Хабаровска. То есть это вот основа основ. И не забывайте, о чем мы с вами говорили, это работа с руководителями предприятий по цветочному оформлению. Кроме того, во время субботника высажено около 200 молодых деревьев и кустарников. Сезон уличных ярмарок официально стартовал в Хабаровске. На площадке у арены Ерофей развернули торговые ряды ведущие фермерские хозяйства региона. Пока в этом сезоне заявилось более 50 участников. По традиции прошел день местного производителя, где покупатели смогли приобрести молочные, мясные изделия и мороженое. Всего в этот день было продано более 600 килограммов сельхозпродукции под брендом «Сделано в Хабаровском крае». В этом году пройдут тематические дни. День рассады, день Хабаровского района и день хлеба. Участие в ярмарке для фермеров совершенно бесплатное. Площадка будет открыта по субботам и воскресеньям до конца октября. В прошлом году здесь продали около 190 тонн продукции. Что ждет хабаровчан на день города? Как идет ремонт дорог по нацпроекту и расселение из ветхого жилья? Какие общественные территории планируют благоустроить в следующем году? На эти и другие вопросы в нашем «Большом утре» сегодня ответит мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Обо всем подробнее в 9.34. И на этом пока все. Итоги вторника подведем в 21.05. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Захотелось пощекотать нервы пороков? Они с гилеровским не вылезают из хитровских трущков. С гиляем? С гиляем не страшно. А теперь держите карманы. Вмиг обчистят. А еще могут и ножом парнуть. Посмотри. Вот. А что за спешка-то? Ну, труп подождал бы пару-тройку часов. Убийца найдут? Навряд ли. Командование операции беру на себя. Сидут Иванович, рада вас видеть! Ловлю опасного преступника. Может, пора начинать? Дайте руку. Может, вам не держаться? А? Вы что, будете стрелять? Я тебя умоляю. Смотри, в котел не попадет. У него склад с динамитом рванет так, что кости не соберем. Я лучший стрелок всей имперской полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Здравствуйте. Это «Утро России». Всем привет из Москвы. Здесь Вера Красова и Владислав Завьялов. Искусственный со...